шикарнейший абсолютно вопрос какие бады витамины добавки какие уколы какие лекарства какие значит выкатывание яйцом или заколдованной водой помогут вам избавиться от аппетита лишнего аппетита который вам не дает возможности похудеть почему хочет постоянно жрать почему голод не отпускает сейчас будем с вами обсуждать какие гормоны отвечают за голод и сейчас будем отвечать с вами на на ваши вопросы естественно которые будут после основной темы поэтому пожалуйста пальцем наверх поддерживайте ребята подписывайтесь все кто стану не знаком меня зовут алексей ворон и автор ведущий диетолог уже может это скоро 10 лет как наших прямых эфиров скоро 9 лет как наш курс меньше лицензии министра учительской республики по гомарафон скоро как 9000 выпускников по гомарафону 4 миллиона просмотров каждый месяц мы с вами индексируем и сегодня у нас не исключение сегодня у нас новый день сегодня у нас новый эфир сегодня у нас новая тема сегодня у нас с вами абсолютно замечательная движуха которую мы как всегда проходим в живую в один дубль в наших лайв стримах в наших подкастах так ребята вопрос аппетита это прям экстра важная история большинству людей понимаете какая штука не похудеть из-за одной проблемы с аппетитом невозможно похудеть когда ты постоянно жрешь правильно ты постоянно жрешь ты хочешь сожрать и ты не можешь не жрать потому что тебе хочется есть вот это как бы главный такой знаете закрытый сам на себя обрушивающийся цикл который из одной снеж не заодно стежинки значит превращается в лавину ты думаешь что ты там имеешь лишний вес у тебя есть какие-то вопросы там с отражением зеркаля не знаю тебе нужно влезть в платье или тебе нужно чтобы на пляже на тебя там смотрели подруги завистью все равно вообще на самом деле с какие цели вы перед собой преследуете быть просто страннее красивее привлекательнее найти парня найти мужчину найти женщину найти там я не знаю уважение от ваших друзей и приятелей мне лично в плане того какие вы цели перед собой ставите больше всего интересно в этой теме донести до вас какие-то советы которые помогут вам реалистично приобрести помимо достижения ваших целей здоровья вот это вот меня больше всего интересует мне как педагогу важно чтобы вы жили долго и я знаю статистически и вы знаете естественно статистически три главных убийцы современного человека это ишемические болезни сердца связаны с лишним весом и то что много жрешь это инсульты связано с естественным качеством отношения к твоему телу через еду потому что печень композиция крови и состояние сосудов и соответственно профилактика инсультов напрямую связано с тем что естся когда ется и как пьется и рак точно такая же история то есть лично для меня интересует эта тема до поделиться с вами ким-то лайфхаками которые помогут вам ну банально меньше жрать больше как бы себя гонять по разным форматам которые помогут вам понизить вес но еще раз меня интересует не ваша внешняя составляющая а чтобы не померли через полгода от инсульта или через год у вас не было рака или через полтора года чтобы вас не было ишемической болезни сердца это меня интересует и как бонус вы получаете естественно там ваши желанные там на помещание вашего прекрасного тела в платье которое вы не можете влезть там последние 10 лет на и прочее другая история смотрите какая фишка ты хочешь избавиться от килограмм но у тебя не получается потому что тебя постоянно на этом пути подстегает значит какая-то беда бета беда называется аппетит и аппетит у тебя стимулируется главным гормоном это грелин грелин вырабатывается желудком тебе соответственно хочется жрать когда тебе хочется жрать у тебя и следующие процессы еще в организме начинаются то что тебя понижается уровень глюкозы крови потихонечку то есть сам по себе голод он еще не как бы сам по себе голод не является такой знаете финальной точкой вот я хочу есть и все не и если я просто хотела жрать это было бы там пол беды помимо того что тебе просто хочется жрать тебе еще место бы как бы помимо всего этого мероприятия еще ребята смотрите падает давление начинает кружиться голова развиваются слабость затуманенность значит раздражительность не ты не можешь сфокусироваться ни на чем то есть все признаки гипогликемии падающего давления падающего количества глюкозы в крови из-за чего мозг начинает постепенно в гипогликемическую такую вот историю погружаться и мало кислорода вот и у вас соответственно голод плюс эти прекрасные ощущения которые вам точно не подарят замечательного настроения и вы идете жрать на что делать в этой ситуации и при этом понимаете какая фишка ты идешь жрать ты идешь жрать ну ну но самое смешное что у тебя 300 тысяч калорий в жире запасено вот эта проблема вот почему ты идешь жрать когда тебе 300 тысяч калорий в сале где я с вами сейчас беседую вон у меня там за углом ресторан в нашем замечательном отеле по метам за углом ресторан нашим замечательном отеле и 99 процентов людей которые сейчас в этом ресторане я это могу с уверенностью заявлять то что только что зашел в ресторан взял чашечку кофе перед нашим с вами эфиром не только чашечку кофе но еще стаканчик воды я взял так вот я могу заявлять что там 99 9 процентов чем был там был вот я видел в каком состоянии находятся люди которые там сейчас прям находится на завтраке ни одному из них не нужны эти калории которые они сейчас потребляют там ни одному из них 0 1 процент это я не знаю в каком состоянии анализы есть я увидел одну девушку молодую у которой визуально я не нашел никаких косяков невеса лишнего вполне возможно что эктоморфы там внутренние вопросы здоровья печени но на завтраке короче 99 9 процентов людей которые сейчас едят 30 метрах от меня на им нужно не пополнять запас калорий сейчас а им нужно наоборот сжигать на что там в среднем я думаю в ресторане там тысячи где-то четверть миллиона наверно калорий у каждого кто там сейчас в ресторане запасенном жире то есть по 250 тысяч калорий в сале то есть в среднем из там 75 человек который сейчас в ресторане у каждого из них по килограмм двадцать двадцать пять лишнего ребята это по любому просто иду я понимаю господи это же просто эпидемия какая-то и они все жрать хотят понимаете какая прикольная штука они все хотят жрать поэтому они идут в ресторан поесть и не могут справиться даже с мыслью о том что можно пропустить завтрак или хорошо окей я вам сейчас выкладывал ролик ты можешь пойти на завтрак и хотя бы полезное съесть да то есть но нижние едят полезное ребята и за столом там у нас есть возможность отбеком яичницу сыр или лосося но большая часть народа берет вафли булочки круассаны значит оладушки там всякую разную такую дребедень почему так происходит ну что голод мать его добивает тебя и не просто голод а еще и желание углеводы поглощать углеводы желание поглощать мы знаем откуда у нас с вами чистая да как бы такое генетическое у всех у нас есть желание поглощать углеводы но я потому что мы эволюционировали в формате что если больше жира больше шансов выжить а что лучше всего эффективность уходит в сало и в жир у человека когда человек ест да то есть у вас вы знаете три типа калорий белки жиры углеводы переизбыток жиров он не особо как бы да он по-любому тебе будет развивать там жировые депо но он не так быстро идет в сало а вот переизбыток углеводов он конкретно быстро идет сало и в жир прям очень быстро и поэтому мы с вами на генетическом уровне созданы выискивать эти углеводы понимаете какая штука но в условиях современной культуры как бы пищевой вот этой вот изобилующей нашей с вами промышленности мы с вами должны как раз избегать углеводов как огня потому что именно они нас убивают понимаете никто из вас знает хоть одного человека который умер от голода да ну то есть это как бы в современном формате ну это в развитом мире это вообще как бы да из из рамок вон выходящий от голода никто не умирает у нас сейчас мы не говорим с вами там о каких-то историях там в африке или там северной корее или там еще где-то то то есть это как бы ну мы намеренно там направляем короче не суть важно важно то что в цивилизованном мире сдохнуть от голода фактически нереально ты можешь доктор чего угодно но не от голода от наоборот того что у тебя никогда голода этого нет у тебя вот этот вот метаболический синдром который продает большой привет твоему организму так вот на генетическом уровне с вами играют шутку постоянное желание преследовать углеводы то что они лучше всего откладываются в сало и ты можешь выжить вот понимаете какая штука ты можешь выжить холодной голодной зимой большая часть из нас имеют как вот эти вот люди которые сейчас в ресторане четверть миллиона калорий в сале подкожно-фицеральном и вы умираете не от голода а от сердечного приступа у нас проблемы с холестерином и жиревшая печень все очень просто как остановить желание жрать почему люди стадами идут и видают себя в могилу потому что смотрите первая история твое тело на опять же генетическом уровне она создана до работать автономно весь орган он называется поджелудочная когда вы едите поджелудочный вырабатывает инсулин чтобы не было слишком высокого уровня глюкозы когда вы не едите ваши поджелудочный вырабатывает глюкогон что меня слишком низкого уровня глюкозы большинства людей этот глюкогон он в принципе не вырабатывается и мы вообще забыли что такое автономия но если это вот если бы у тебя был да как бы автомобиль, который с тобой от кровати до туалета, от туалета до булочной, от булочной до офиса, ты везде будешь ездить на этом автомобиле. Вы видите там полных людей, которые на вот этих мобилити-скутерах ездят везде, понимаешь, по супермаркетам. Они не могут уже ходить по супермаркетам. Они настолько обожранные все до полусмерти, что они катаются на этих вот электрических мотороллерах по супермаркетам, и перед ними там корзинка, и они набирают эту корзинку, продолжая вжирать себя в могилу. И вот в таком же принципе работает твоя поджелудочная. То есть ты настолько не используешь половину ее функций и перенасилуешь вторую половину функций, то есть ты как бы вжираешь себя в могилу. У тебя слишком много инсулина, у тебя поджелудочная вообще забыла и вырабатывать, вообще в принципе забыла вырабатывать такую функцию, как выработка вот этого глюкогона, который помогает тебе автономию свою поддерживать. То есть автономия вообще не является необходимой. И поэтому, когда ты пытаешься похудеть, а похудеть ты можешь как? Ты можешь похудеть только если ты создашь калорийный дефицит, и твое поджелудочное начнёт вырабатывать глюкогон, который поможет тебе разжигать, который поможет тебе, находясь в калорийном дефиците, получать энергию из сала. Так это работает. Оно у нас сломано, вот, понимаете? Мы постоянно едим, и когда пытаемся что-то сделать, типа, там, сесть на диету, тебе плохо, потому что поджелудочное не работает. И вот теперь вопрос. Чем уколоться? Чего сожрать? Что выпить? Как себе помочь, чтобы тебе меньше хотелось сожрать и побороть вот этот вот процесс первичной хотя бы вот этой турбулентности, которая мешает тебе начать худеть, да, просто банально мешает тебе начать худеть. А побороть его вы можете при помощи следующей истории. Значит, смотрите, какая штука. Препараты, которые помогут тебе с аппетитом, да. То есть, я не хочу, чтобы вы были, знаете, как вот вы, как бы есть две крайности, да. Две крайности есть. Где-то сейчас была статья, значит, полицейские остановили попытку самоубийства и застрелили насмерть желающего покончить жизнь, значит, суицидника. Ну, то есть, и чего? Ну, то есть, чего мы добились, да, там, застрелили насмерть человека с суицидальной наклонностью. Браво! Блестяще! Кэп! Супер! Вот не должно быть того, что вы себя въедаете в могилу пищей, да, и у вас нет возможности контролировать вашу еду дисциплиной, и вы садитесь на какой-то препарат, который вам поможет не вжирать себя в могилу, но при этом сам является, да, как бы вредоносным. Это, как я вам буду советовать, начать нюхать кокаин, чтобы похудеть, понимаете? Хорошо, мы худеем, но какой ценой? Есть препараты Мунджаро, Аземпик, мы о них говорили 150 тысяч раз, они обалденно эффективны в плане контроля аппетита, но ты не приобретаешь ни грамма культуры питания, у тебя остается скотская система еды, ты наедаешься просто быстрее, грелин инъедирован, гормон голода, ты не хочешь есть, но ты наедаешься с пол куска пиццы, когда раньше ты мог съесть там целый пол пиццы. Спорта так и нет, шагов так и нет. Что в этом случае? Саркопения, уходит жир, уходят мышцы, после курса Аземпика, Мунджара или парочек других, у тебя по-прежнему нет культуры отношения к телу, жир обычно возвращается, мышцы не возвращаются, ну или медленно возвращаются, и у тебя классический формат катаболизма, то есть то, чего боятся все спортивные энтузиасты, да, то есть когда ты не ешь, люди боятся, что мышцы будут уходить, хотя еще раз, я ем час в сутки, все эти годы, и тренируюсь 30 дней в месяц, мои мышцы, ну все на месте, вы видите, сейчас там актуальную форму, на фото, да, и прочие другие истории, так вот, фишка, то, что вы не потеряете мышцы, если вы будете есть в определенном окне, но вы будете есть достаточно белка, и у вас будет постоянная история с тренировками, понимаете, а вы точно потеряете при этом мышцы, если вы будете на курсе препарата, который вам не дает использовать весь потенциал белково-перерабатывающий вашего тела, и вам при этом жрать не хочется, то есть фишка Аземпика, потому что ты его колешь, мне хочется есть, ты наедаешься с меньшего объема калорий, и ты получаешь по итогу, там в день полграмма белка на килограмм массы тела, естественно, твое тело не может, невозможно поддерживать тот объем мышечной массы, и ты начинаешь терять мышечную массу, ты начинаешь потихонечку, значит, ее спускать в унитаз, но тело не будет, понимаете, держать мышцы, когда, вы, представьте себе ситуацию, у вас замок, 50 машин, и 10 дворецких, и 3 повара, и при этом вы зарабатываете 10 миллионов в месяц, и если вы прекращаете зарабатывать, ой, 10 миллионов в месяц, а начинаете зарабатывать 100 тысяч в месяц, вы не можете позволить себе замок, 10 дворецких, и 3 повара, и 100 машин, вы можете себе, может быть, позволить квартиру, домработницу, которая будет приходить раз в неделю, и будешь готовить сам себе, будешь ездить на эконом-класс автомобиля, да, то есть у тебя, в зависимости от, как бы, возможностей, выстраивается лайфстайл, вот точно так же у вашего тела, когда мы недополучаем, главные возможности поддерживать ваши ткани, которые называются аминокислоты, то есть белок, мы не будем поддерживать тот объем, понимаете, какая штука, мы не будем поддерживать тот объем мышечной массы, который, it's not sustainable, как говорится, not sustainable, not sustainable, то есть мы не можем поддержать весь этот объем твоих мышц на полуграмме белка на килограмм массы тела в день, и начинается катаболизм, понимаете, какая штука, катаболизм уберет часть мышц, и понизится потребность в белке, и тело садаптируется, тело садаптируется к 50-75 граммам белка в день, когда вы на препаратах, которые дают вам аппетит, и вы не добираете белка, то есть если вы решаетесь на курс какого-то там мунжару или аземпика, ради всего святого давите на белок. По добавкам, которые в свободной продаже, которые вам могут помочь с ингибированием аппетита, то есть с тем, чтобы подавить ваш аппетит, есть пекалинат цинка, которые часто как бы пушат в виде такого натурального подавителя аппетита, который помогает немножечко подавить и грелин, и помогает немного тебе справиться с форматом бесконечного аппетита. вы можете брать утром и днем по 50 пекалинат цинка. Полпроцента какого-то там облегчивания, пускай он вам даст, я его в своей практике в ПГМ не использую, я использую другие штуки, но вы можете собрать все вообще, все, что вы можете из более маломальски известных форматов, которые хоть каким-то ключом могут тебе облегчить аппетит, пекалинат цинка известная добавка, и ее пушат все время. Я еще раз, я в своей практике ее не использую, если вы хотите, возьмите, чтобы она там как полуэффекта плацебо работала, но круче всего, ребята, работает другая история, круче всего. Круче всего работают не подавители твоего аппетита, через непосредственно воздействие на заглушить любой ценой, заглушить любой ценой твой грелин. Или взять какую-то химическую формулу и использовать ее с целью подавления твоего аппетита. Я всегда к этому вопросу отношусь таким образом. Нахрена тебе изобретать велосипед, если велосипед уже был для тебя как бы изобретен. То есть у тебя есть твое тело, которое может офигительно лишить тебя лишнего аппетита, если ты пойдешь как бы навстречу процессам, которые реально у тебя вложены в ДНК. Понимаете, какая штука? То есть нахрена тебе пытаться изобретать велосипед? Сейчас к нам гости, ребята, придут в наш с вами ресторан. Значит, смотрите, нахрена тебе изобретать велосипед? Значит, если у тебя уже есть процесс... Значит, если у тебя уже есть процесс в организме, который, да, называется... То есть нахрена тебе изобретать велосипед. То есть нахрена, то есть нахрена тебе изобретать велосипед, то есть нахрена тебе насчет. Это типа... У нас с вами в гостях была компания пенсионеров прекрасных, которые, мне кажется, из Голландии где-то доехали к нам в Целемзи, которые в поисках чашки кофе, значит, и в поисках вида. Вот, мы с вами им помогли замечательно. Так вот, смотрите, какая штука. У вас есть ваш собственный формат, который поможет вам не иметь лишнего аппетита, если вы запустите его с умом. То есть, формат с умом, который вы можете запустить, называется отсутствие инсулиновой резистентности и естественный баланс гормонов. То есть, смотрите, с одной стороны, вот прикиньте себе ситуацию, да, с одной стороны, представьте, лишний вес, нет сил, нет энергии, нет возможности похудеть, потому что постоянно голод. Я ищу формат, как облегчить. Первый, уколы в живот, а зэмпик помогает круто. Второй, сэмпикалинат или какой-то формат, значит, добавок типа клингутирола, которые изначально лекарством работают как от астмы, которые помогают, типа, тебе там меньше аппетита, больше худорбы. Ну, крайне опасная история. И мы с вами пытаемся сохранить отсутствие культуры отношения к своему телу, понимаете, какая штука. Мы с вами пытаемся сохранить отсутствие культуры отношения к телу и при этом найти какую-то сраную, простите, добавку, которая поможет тебе меньше хотеть жрать. И в этом ключе, ну, реалистично, если смотреть на вещи, никакая не по рецепту продающаяся история не даст тебе эффекта желаемого. Только зэмпик будет работать. Но мы с вами обсудили, что это лекарство для диабетиков, которые знают, что они въедают себя в могилу. И специфическое лекарство, которое блокирует голод, имеет кучу побочек. Использовать его как просто инструмент для похудения – это самоубийство. Потому что я потом вижу людей, которые идут к нам лечиться по геморофону с саркопенией и прочей другой истории. То, что вам нужно по-настоящему – это запустить внутренний процесс в вашем организме, который лишит сам вас голода. Понимаете, у вас есть эта история, которая поможет вам. Автономия поджелудочная ваша, которая поможет вам глюкогоном, гормоном. И у вас баланс грелина, гормона голода, и лептина, гормона сытости, есть в организме. Понимаете? Он есть. Но его нужно заставить работать. И вот в этом главная такая интересная шутка-прибаутка. Чтобы заставить тело работать, тебе нужно приложить какие-то усилия. Тебе нужно реально будет неделю хорошо немножко больше помучаться. Перекроить там меню немножко свое и добавить добавки, которые я сейчас вам расскажу, которые ускорят еще этот процесс. Неделю, и дальше у тебя все круто. Понимаете? А на другой стороне медали у тебя вроде бы какая-то неделя не нужно прикладывать. То есть ты, опять же, там на курсе мунжаро, например, ты там сразу прекращаешь хотеть жрать. Но ты на нем сидишь год, например, и имеешь все эти прелести. А то, что я пытаюсь до вас занести, вы берете, смотрите, МСТ масло. МСТ ойл. Кокосовое. Которое вам даст возможность поднять количество в вашем организме кетонов, понимаете? Кетоны. То есть у вас есть глюкоза, у вас есть кетоны. Когда ты не жрешь, твое тело использует подкожный висцеральный жир. И кетоны, это вот та энергия, которая в сале. И это вот по принципу такому. Смотрите, у вас есть там дрова, например, да? Вот представьте себе ситуацию. Я пытаюсь, да, представьте себе ситуацию. Я пытаюсь, значит, поджечь кресло. Понимаете? У нас тут голод и холод в отеле. Я пытаюсь сжечь кресло, значит, вон там в камине, да? Я пытаюсь сжечь кресло в камине. От спички оно не загорится. Кресло загорится, если у меня будет мелочь какая-то там порубленная, щепки. И дальше чуть-чуть больше какие-то там дровишечки. И дальше уже там можно сжечь там кресло, стул, стол. Все, чтобы согреться, да? То есть сразу спичкой кресло ты не зажжешь. Это невозможно. Вот. Но ты можешь, да, вот постепенно разжечь свой камин и растопить его. Спичка или там бумажка. И дальше со щепки. Вот ваше тело, оно... Если вы дадите ему вот этот МСТ ойл, МСТ масло, это такая быстро усваиваемая форма кетонов, которая дает клеткам вашим возможность, ну, можем сказать так, прочувствовать вкус кетонам. Или помогает ускорить, да, вот этот процесс жиросжигания. Значит, и помогая ускорить процесс жиросжигания, или, скажем, войти в процесс жиросжигания. Помогает улучшить работу клеток на вот этих триглицеридах и кетонах. То есть ваше тело даже не знакомо с таким типом энергии, как кетоны. И вы, когда даете вот эту историю с МСТ маслом, понимаете, как оно работает? Когда вы даете эту историю с МСТ маслом, МСТ масло дает вам эти кетоны, и тело такое, о, оказывается, это же альтернативный источник энергии. Ну, так при условии, что у вас нет завтрака, при условии, что вы там на завтрак взяли там столовую ложку этих, этого МСТ масла. И там каждые 2-3 часа вы берете там одну столовую ложку этого МСТ масла. Столовую ложку МСТ масла, МСТ кокосовое. И оно вот как вот, вот этот вот хворост, да, такой вы хворост, хворост, хворост разжигаете, и дальше ваш, да, вот этот хворост, вы можете там зажечь полено с этого, да. Вот если задача стоит зажечь и начать использовать жир в энергию, то лучше всего войти в это жиросжигание, чтобы вам легче было, меньше хотелось жрать. Вот это МСТ масло, оно, во-первых, займет вашу желчь, и оно поможет вам быстрее войти в этот процесс жиросжигания, и оно реально поможет тебе лучше худеть. И при этом, еще раз, поджелудочная начинает работать корректно. То есть поджелудочная вырабатывает глюкогон, гормон, который помогает реализовать жировые депо. Клетки работают на триглицеринах, и митохондрии клеток работают непосредственно на жиросжигании вашем. И вы, когда уже будете есть, например, там после обеда, первый прием пищи, кусочек мяса и салат, понимаете, какая штука. Даже если вы завтракаете, там отодвиньте ваш завтрак, до 12, например, не ешьте, а утром возьмите вашу там столовую ложку МСТ масла, и в 12 возьмите ваш там, не знаю, яйцо, авокадо, бекон, что-то меньше углеводов. То есть вы из МСТ масла получаете кетоны, и из пищи постараетесь получать кетоны. И когда у вас МСТ масло, источник кетонов, и пища, источник кетонов, и подкожный жир, висцеральный жир, источник кетонов, то тогда у вас все как бы в одном русле работает, понимаешь? Если ты на завтрак нахерачишься панкейков, булочек, еще какой-то чепухи, которые дадут тебе углеводы, а потом тебя к обеду телепает, и ты пытаешься жиросжигать, но у тебя вообще два пропорционально разных источника энергии. То есть у тебя сахар закончился, и ты пытаешься начать работать на жиросжигании, так оно не работает. То есть тебе нужно по ходу пьесы переделать бензин, работающий двигатель на бензине, на, блин, дизель, понимаешь? Так оно не работает, да? Вот если мы строим дизель, да, с нуля, то мы строим дизель с нуля, поэтому с утра МСТ, потом ваш завтрак с минимумом углеводов, обед и ужин с минимумом углеводов. Лучше пропустить завтрак в принципе, завтрак, и каждые три часа МСТ масла, и затем, если вы хотите еще ускорить процесс, сделайте зону 2 кардио на пустой желудок, то есть зону 2 кардио на пустой желудок, это у вас 60 минут на дорожке, скорость 5, угол 5, и может у вас есть время, и вы можете себе позволить, сделайте 90 минут на дорожке, сделайте формат, в котором вы не ели, ну кроме масла вы можете, да, на МСТ взять, и у вас есть вот этот низкоинтенсивный формат, как бы, расхода, да, низкоинтенсивный формат расхода, и ваше тело отдаст эти жиры. Пару дней, и вы забываете о голоде. В принципе, у вас не будет падать давление, у вас не будет, вам реально не нужно ни колоться какой-то херней, не жрать там этот пеколина цинка, не выискивать какие-то там магические чудо-добавки, или бегать по барыгам, покупать у них клинбутерол, в смысле о том, что вот он поможет мне похудеть. Ребята, ни хрена нормально не поможет тебе похудеть, кроме процесса, который в твоем тело уже встроен, понимаете? Да, один очень умный человек сказал такую обалденную фразу, значит, любой закон, который придумал человек, да, это по сути опционально, это опция, да, то есть все законы это опция, кроме законов физики, это не опция, это естество природы, да, то есть по закону я не могу проехать на красный свет, но как бы чисто теоретически я как бы могу, конечно, не хочется, не нужно это делать, это плохо, да, нужно придерживаться законов, потому что эти законы не дают нам погрузиться в хаос, как к обществу, но ты можешь их нарушить, эти законы, проехать на красный свет, запарковаться в неположенном месте, выбросить по закону там я могу бумагу не в синий контейнер, а там в другой контейнер, понимаете? Ну или какие-то там более серьезные вещи, о которых мы сейчас не будем говорить, но я не могу нарушить законы физики, такие, да, как, например, нарушить законы притяжения, да, к планете, я не могу прыгнуть выше облаков, я не могу нарушить законы термодинамики, это невозможно, это невозможно при всем желании, это, 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 it's impossible, понимаете? И вот мы пытаемся с вами замаскировать вот эти законы физики, и в этом случае, которые вложены в ваше тело, то есть у вас законсервировано в вас там 300 тысяч калорий энергии, понимаете? И вы должны эту энергию использовать по назначению. И мы пытаемся все время с вами вот эти вот законы физики нарушить, которые относятся к нашему телу. К нашему телу законы физики, которые относятся, это законы консервации и сохранения энергии, то есть у вас в жире огромный запас энергии, который вы должны использовать. И вы можете всячески притворяться, пытаться, да, как бы сидеть на баллоне с газом и как бы думать, что у вас нет газа, но у вас все время баллон между ног с газом, понимаете, который как бы не резиновый. Если ты в него вкачаешь слишком много газа, он нахрен взорвется. Его нужно использовать. Вот так работает человеческое как бы тело. Мы с вами притворяемся, да, вот у нас 300 тысяч калорий в сале. Ну, о боже, я не могу без еды. Начинаем чем-то колоться. Тебе нужно расходовать. Тебе нужно подойти к вопросу, как проходит эта автономия максимально осознанно, да. И то, что нам больше всего не хочется делать, нам больше всего не хочется автономию вот эту запускать. Потому что это, блин, неприятно. И мы начинаем с вами путать божий дар с яичницей. Одно делает то, на что способна ваше тело, а другое делает, на что способен ты конкретно. То есть мы с вами ленивые создания, по большей части. Я хочу спать до обеда, жрать булочки с маслом и с апельсиновым мармеладом и запивать чаем сладким с лимоном. Вместо этого я встаю в пять, иду в холодное озеро, окунаюсь, тренируюсь, иду на эфиры, разбираю анализы, работаю, делаю все, что мне не хочется делать, ряда результата. И я могу, конечно, брать кредит и пытаться замаскировать реальность, и жить в кредит, и не работать, и жить себя, как ленивое животное ощущать. Но это до определенного какого-то момента. Дальше весь кредитный запас, заканчивается денег, и ты оказываешься на улице. Вот точно так же мы с вами, по большей части, живем в кредит со своим здоровьем, притворяясь, что делать ничего не нужно, пытаемся как-то это все снять с себя, всю эту ответственность. Дальше рак, инсульт или болезни сердца. Ты не уденешься никуда с этой подводной лодки. Три главных убийцы современного человека. Статистически, если вы посмотрите, что в роду вас ждет. Если у мамы рак, у папы инсульт, у бабушки диабет, и у кого-то там еще какие-то все прелести, оно и за вами тоже идет. И здесь не значит, что это типа вот все, да, конец света, и вот так и будет. Так и не будет, если ты не сделаешь дальше все шаги, которые твои родственники делали. Ну, то есть эпигенетические факторы, благодаря которым твое тело прекраснейшим образом дальше разрушается по вот определенному паттерну. Да, вот там папа курил две пачки мальбора, дед курил две пачки примы, все поумирали от рака. Ты не будешь садить, рак тебя не ждет. Они знают, что рак тебя ждет, даже если ты не будешь курить. Понимаешь, какая штука? Вот это очень важная история. Я хочу, чтобы вы об этом помнили, знали и не забывали, ребята. И я очень хочу, чтобы вы инвестировали в свое здоровье максимально осознанно. И поняли, что аппетит и невозможность не чувствовать аппетит, это лишь приобретенная чепуха, которая полностью лечится. Если вы вылечите инсулиновую резистентность, если вы вылечите это все и подойдите к вопросу, вот используйте МСТ-МА, сдвиньте завтрак, начните шагать, используйте подкожно-весторальный жир в энергию. Не ищите замену этому какому-то ключу, который всячески вас избавит от необходимости делать неприятные вещи. Но избавив вас от необходимости делать неприятные вещи, вы закрытыми глазами влетаете в инсульт. Рады мои, значит, смотрите, вот идет наш эфир, раскликиваете под видео в YouTube, вот здесь у нас описание с вами. И вот здесь, смотрите, описание, pgmarathon.gmail.com уже в это воскресенье начинается наш 21-дневный курс. Здесь все, что входит в этот курс. Ребята, это лучший оздоровительный курс на земле, где я уже лично консультирую. В Instagram, ребята, вот так, это первый баннер у нас с вами, вот наш Instagram. Вот здесь у нас с вами первый баннер закреплен в Instagram. Нажали на него, написано старт уже в это воскресенье. Здесь все инструкции. Можете полистать слайды, посмотреть. Значит, 18 августа в это воскресенье мы стартуем. Помимо того, что я лично консультирую, подбираем витамины, минералы, разбираем анализы 21 день вместе. Лучший инвестиционный формат ваше здоровье, если вы действительно цените и хотите жить долго, ребята, присоединяйтесь. Так, а я беру сейчас ваши вопросы. Значит, поехали дальше. Многие солят рак от мяса. Значит, предлагают белок из яиц. Рака от мяса никогда у вас не будет. У вас будет рак от гликирования. Рак – это метаболический синдром и рак – это инсулиновая резистентность. А то, что вы съедаете кусочек мяса, может быть, какие-то овощи, и вы активны, и вы тренируетесь, рака у вас не будет. Я регулярно слежу за и онкомаркерами своими, и я регулярно сдаю все анализы раз в полгода, все вообще, что можно сдать. И такого низкого показателя всех онкомаркеров, как на формате мясо-салат, можно это назвать кето, можно назвать там корневором, там плюс-минус какие-то углеводы, не имеет никакого значения. То есть, когда есть обычная система питания, и просто, даже если есть фитнес, это все равно больше рисков, нежели у тебя 10% на углеводы. Всегда это дает тебе максимальную страховку от рака. Вы понимаете, какая штука? Большая часть людей, статьи, которых вы наблюдаете, большая часть людей, то есть, смотрите, у вас есть врачи, у вас есть там какие-то ученые, которые там публикуют исследования. Чаще всего это исследования на мышах, крысах, там и прочей другой истории. То есть, то, чем я с вами делюсь, ребята, это в отличие от теоретических исследований. Исследования на мышах и крысах это практика с тысячами людей и работа с собой. И еще раз, с тысячами людей, которым мы смогли, слава богу, помочь за все эти годы. Очень много раковых больных приходят, у которых рак, у которых там у родителей, да, и еще какие-то там у кого-то онкармаркеры, у кого-то самая ранняя стадия, у кого-то уже операция прошла. Самое удивительное, что даже после хирургического вмешательства, удаления, например, рака мочевого, там, удаления, например, там, рака каких-то органов после хирургического вмешательства, или хорошо, у нас онкология по-женски, одну грудь удаляют. Я не понимаю, почему, но никогда ребята, которые прошли уже, да, лечение, они так и не получают рекомендации от их лечащих врачей относительно питания, относительно лайфстайла. Их нет. Этих рекомендаций, которые желательно бы увидеть от онколога, их просто нет. Вот как ты ел, как ты жил, вот так ты продолжаешь жить после того, как у тебя, да, была какая-то хирургическая история реализована. И самое интересное, что вот эти все рецидивы, вот эта вся история с метастазами, оно же возвращается не просто так. Оно возвращается по причине того, что ты имел эту проблему, и ты ее фундаментально не решил. То есть, все предпосылки, которые у тебя были для того, чтобы рак у тебя появился, они, значит, так и остаются в своей жизни. Твой онколог тебя как бы вообще не консультирует на этот предмет. Один из самых для меня показательных, вот была женщина, у нее рак по-женски, ей удалили одну грудь, ей онколог, говорит, и пластический хирург, вместе после консультации, подъешьте килограмм 12, и мы вам реконструируем грудь из ваших же, как бы, да, жировых депозитов и с ягодицей. Они ей посоветовали набрать, и при этом никто не объяснил, как, что, жрать, чтобы просто разжиреть, чтобы сделать реконструкцию, понимаете? Ну, естественно, она начала есть, как не в себя. Естественно, рак второй груди. Потому что она была в метаболическом синдроме, они ей посоветовали замечательный совет еще больше набрать. Я не понимаю, как это вообще у них там работает. То есть, вы приходите ко мне в приемный покой, я достаю у вас гвозди с пятки, я говорю, вы знаете, вон там есть строительный магазин, там продают классные гвозди, вы можете пойти себе в пятку еще один забить. Вот такой, доктор, мне это поможет? Больше никогда не получите гвоздь с пятку. Я говорю, да, идите в магазин, купите гвоздь и вбейте его в пятку. Точно никогда не поможет вам больше никогда не получите гвоздь с пятку. Спасибо, доктор, я всегда мечтал о том, так, поехали дальше, гемоглобин из пальца 176, из вены 166, что точнее из вены, конечно же пойду обедать, идите значит, поехали дальше почему на кето пропадают женские дни? зачем сами приходят? почему снова задержка сильная? почему так? минус 9 за 3 месяца вы сами ответили на свой вопрос озвучив его вы понимаете, вы же ну вы не думаете, что кето вам там портит вашу мясо? вы разъелись за эти годы, пренебрегая своим здоровьем до безумия но вы прикиньте, у вас уже минус 81 тысяча калорий за такой короткий промежуток времени уже ответ за такой короткий промежуток времени я не знаю, просто сколько на вас еще висит сало я вам регулярно объясняю, что лишний вес порождает в организме эстрогилу и доминацию и ваш эстрадиол, который будет понижаться когда вы худеете это особо не имеет значения в каком формате вы можете худеть даже на мороженое и это тоже возможно да, это крайне похреново для вашего тела как бы еще раз, вы можете худеть на чем угодно хоть на морковке ешьте 500 калорий из морковки 100 дней подряд в день или 1000 калорий из мороженого и тратите в день 3 вы будете худеть на что вы будете похожи это другой вопрос но не суть важна важно то, что вы можете худеть на чем угодно я прошу, чтобы вы худели на куски мяса с салатом тогда ваше тело будет получать все, что нужно так вот смотрите какая штука падающий объем жира будет уменьшать объем эстрадиола падающий объем эстрадиола будет сдвигать вашу менструацию у вас рост 160, вес 80 вы должны весить 48, 50 с ростом 160 у вас лишних 270 тысяч калорий у вас объем вы живете в эстрогеновой доминации то есть у вас риск рака по-женски в 400% выше, чем у женщины которая в вашем же возрасте с вашим же ростом без лишнего веса в 400% понимаете? выше риск рака хотите ли вы перенести вашу менструацию без вашего участия но при вашем, скажем, косвенном вливании то есть вы в калорийном дефиците вы опускаете вес у вас может менструация сместиться ну потому что, еще раз вы последние 15 лет нажирали 270 тысяч калорий в сале естественно она сместится и у вас нормализуется объем эстрадиола оно стоит того если вы его не нормализуете и не сместите рак вас погубит понимаете, какая штука а как еще иначе понимаете? как еще иначе так душ при вегетососудистой дистонии значит как вообще диагностируется вы можете сдать анализы посмотреть композицию крови особо смысла никакого нет вам поймите сдавать анализы и искать у себя вегетососудистую дистонию потому что у вас есть один основополагающий костяк правил пользования вашим телом во сколько есть как пить как разжижать кровь любому человеку то есть вот эти мои добавки стандартные с рыбьем жиром с хлорофиллом хотя бы 2 литра воды в день и у вас композиция крови и сбалансированная еда даст вам достаточный объем витамина С а С витамин это всегда нормальная работа ваших сосудов если оно у вас будет у вас вегетососудистая дистония остается вопросом прошлого понимаете? она не является вообще сколько-то в каком-то формате там актуальным моментом понимаете какая штука ну если мы возьмем с вами там стандартную историю допустим возьмем больного с вегетососудистой дистонии у которого стандартные риски инсультов да стандартные риски инсультов стандартные риски опять же химической болезни сердца что ему советует врач разжижать кровь аспирином врач советует делать капельницы значит если ни черта не делать то скорее всего вы умрете от инсульта ближайшие там пару лет мы не знаем в каком состоянии ваши сосуды понимаете? никто не знает в каком состоянии ваши сосуды мы не в курсе можно сделать анализ тест на состояние сосудов проходимость сосудов и прочую другую историю и вы можете прицельно лечиться от этой проблемы но вы можете с другой стороны прицельно не лечиться от этой проблемы и начать действовать с другой стороны адресовать прицельно метаболический синдром который изначально явился проблемой образования вегетосусу истонии у вас. И дальше там гипертонические кризы, все эти, вот эта вся эта тема, которая стандартная такая у меня картина в голове. Женщина средних лет на работе перенервничала, вызвали скорую помощь, с гипертоническим кризом увезли. Еле там откачали, там еще какая-то история. Вот классика такая, классика просто. Таких большая часть людей просто ждут, когда это все мероприятие случится. Это нормальная практика, ребята, когда выезжает скорая помощь, чтобы спасти человека, который вот, еще раз, классическая женщина, рыхлая структура, лишний килограмм 20, приезжает на работу, там конфетка со сладким чаем или кофе с утра. В обед там у нее не сошлись какие-то цифры, значит, вы ее там аудите, понимаете, у нее там, о боже, я там, и все, и понеслось. Там сердечко, скорая, и там Елену Петровну увезли в приемный покой, значит, интенсивно спасать ей жизнь. Так, систему пробовал уже несколько раз, значит, так, Сает и Алексей работают. Спасибо большое. Значит, Шмот, это вопрос щитовидки. Как восстанавливаться с диагнозом бурсит колено? У меня есть отдельный ролик на этот счет. Фосфат, кальция, допустим, Батка 2, купил с Д3 вместе. Значит, спасибо большое. Значит, цены на продукты выросли. Значит, как бюджетно поддерживать еду? Были на марафоне. Спасибо большое. Смотрите, цены выросли, но если вы сравните, там, 5 лет назад цены выше, 15 лет, все время цены растут. Самое смешное, что больше всех жалуются на цены люди, которые едят не самым лучшим образом, да? Вы сами знаете, прекрасно понимаете. 3-4 раза в день еда с перекусами выйдет тебе, там, грубо говоря, 100 евро в день. Но один раз в день или два раза в день без перекусов с качеством выйдет тебе 50-70 евро. Ну, я вам, к примеру, говорю, да, там, пальцем в небо. Просто, если ты чисто логистически, да, себе выстроишь, это всех касается, да, когда вы реже едите, вы покупаете продукты, которые имеют высшую пищевую ценность. Но имея более высокую пищевую ценность, продукты и стоят дороже. Но вы можете пойти обратным, я вам всегда даю в пример вот эту историю с говядиной. То есть, для меня это самый показательный формат. То есть, что я делаю? Я, например, покупаю эту говядину. Значит, я покупаю эту говядину. Вот эти куски на гуляш. У меня есть не один видеоролик с ревью этим всем. Значит, куски на гуляш. Они жесткие. Они... Их нельзя, как бы, пожарить и просто есть. Вы их не ужиете просто. Вы их тушите часа 3-4 с водой. Значит... Yeah, it will be open after 3 o'clock. Значит, вы тушите их часа 3. Потом добавляете лук, чеснок. Что вам нравится еще? Болгарский перец, грибы. Но вы купили изначально недорогую говядину и стушили ее килограмма 3. И вам ее хватит, блин, на 5 дней. Это самый базовый, простой формат питания. То есть, ты готовишь на несколько дней большие порции из недорогих, но качественных, то есть, продуктов. С другой стороны, ты можешь приготовить меньше мяса, понимаете? И еще сварить риса или потом гречки или еще какой-то. У тебя будет там, например, основное блюдо плюс гарнир. Но я прошу, что у вас гарнир был из овощей любого формата, которые вам доступны. Там хоть квашину и капусту ешьте каждый день. Она дешевая. Понимаете, какая штука? И тема с недорогим мясом тушеным. Это то, что нужно вашему телу. Вашему телу нужны аминокислоты. Еще раз. Рисом еще дешевле питаться. Но ни одна клетка вашего тела не станет лучше, благодаря тому, что вы сожрали тарелку риса, понимаете? Вам нужны 20 аминокислот из белка. Вам нужны все жирорастворимые витамины из источников, которые его содержат. Тело ваше за счет этого строится. Не за счет того, что вы сожрали риса где-то. И еще раз. Большое уважение там садхгуру. Крутейший посыл и все. Крыла замечательно. Но вот он постоянно восторгается. Вот ты возьмешь кусочек риса. Положишь вот-вот сюда. И вот оно тебя вот в это все трансформирует. Похожий посыл у тебя идет у Вима Хоффа. Значит, который тоже имеет похожую структуру. Ребята, еще раз. Похожая структура тела. То есть посыл, который Вим Хофф несет, божественный, супер крутой. Я полностью поддерживаю, сам практикую. И мы были на курсах у Вима Хоффа дома у него. Закаливание это мега инструмент. Посыл, который несет садхгуру, это мега инструмент, который спасает твою голову и твою карму. Это просто спасительнейшая история. Но вот по поводу еды у этих ребят, не то, что я не рекомендую, но вы будете есть plant-based diet. Понимаете, это вот у вас будет питание выстроено на растительном белке, на растительных калориях. И тогда тело, которое вот я вижу, да, вот смотрите, у вас садхгуру или тот же Вим Хофф. Садхгуру не раздевается, он всегда в этом балахоне. У вас Вим Хофф постоянно голый, все время, круглый год. И вы видите форма, там он лысый, он там толстый, он там такой весь, да. Хотя, еще раз, он на спорте и в активности много слишком углеводов. И вам, вашему телу это лишнее, оно не нужно. То есть если бы он съел кусочек мяса и салатик, и делал все то же самое, что делает он, у него была бы вот эта пропорция, да, вот эта, вот эта пропорция. Вот эти плечи шире, уже вот это все, и вот это ты стоишь, вот это ты тренируешься, вот так вот у тебя все оно работает, и тело твое нуждается в этих калориях. Для того, чтобы физиологически ваш потенциал был реализован. Так, минус 10 килограмм, 3 месяца на кето. Значит, поясница, можно ли принимать деклофинак? Нужно мазаться. Маточное молоко, пирога пыльца. Мощные инструменты, если у вас нет на них аллергии, используйте. Все, что скажете про, так, толерезон, мы его не используем. Значит, нужно ли прививаться от крючевого несафарита? Ну, если вы постоянно где-то там, в лесу, в парках, площадках и прочих других местах, почему нет? У меня сейчас только пацан вернулся из, старший сын из лагеря. Вчера, господи, достал у него клеща. Плюс еще преподаватели подоставали у них там, ну, медсанчасть, это медсанчасть. В лагере медсестра, значит, подоставала у огромного количества детей вот эти вот клещи. Ну, и у пацана тоже. Вот. Вот. Если вы на природе, да, делайте, действуйте. Вчера самую младшую дочь тут оса ужалила. Слава богу, я вожу с собой аптечку первой помощи. Обезболили ей мясо. Так плакала бедняжка просто. Вот. Прям под самый вечер уже. На ужине когда были. Значит, клещи, это вообще опасная история. Карнитин можно постоянно, без проблем. Так. Стенокардия, 84. Значит, желчный удален. Ну, 84, смотрите, я как бы могу давать много крутых советов. Чего там дойдет до человеку, которому 84? Там же все уже закреплено как бы на генетическом уровне. Можно на... Смотрите. Если вы посмотрите доктора Питера Ати, он большой приверженец начинать заниматься спортом в любом возрасте. Я тоже как бы полностью поддерживаю. То есть, в смысле, что так, сколько здесь осталось, типа, на хрена она надо, пускай живет в свое удовольствие. Если она начнет действовать, но ей нужна информация. У меня есть ПГ-интервальное голодание для старшего поколения. Ролик, который просто ей поможет. В Ютубе можете написать. Как наладить работу желчного? Сухая кожа. Только делали недавно ролик о том, какие... Дополнительно вы даете оксбанг, говяжью желчь и все жирорастворимые витамины. Вчера мы с вами обсуждали вот эту историю с тем, как усваиваются или не усваиваются жирорастворимые витамины и прочие другие прелести. Это крайне важно. У вас, если, да, сухая кожа, это А и Д витамин. Значит, вот эти вопросы желчи, они должны быть обязательно реализованы. Мясо на ночь, это же вредно. Ну да, видите, я ж сижу больной, кривой, косой вместе с вами здесь. Вы где-то слышали эту всю историю, значит, и вы где-то услышали, да, и вот вы, это называется, за что купил, за то продал. Мясо на ночь, это вредно, понимаете. И стою я с вами здесь, беседую и говорю, съешьте на ночь кусок мяса и заешьте салатом. И будет вам здоровье и счастье. Что я должен вам сказать по этому поводу? Ну, хорошо, не ешьте. Вопросов нет. Я помогаю людям в разнообразнейших кейсах, да, работая как диетолог 10 лет. И вот мясо с салатом во второй половине дня, это один из ключевых поворотных моментов. И тут приходите вы, это же вредно. Я говорю, действительно, это же вредно. Все, нафиг, все удаляем и действительно будем теперь завтракать яичницей. Значит, полипы в матке, значит, это эстрадиол. Смотрите, полипы немного имеют иную, скажем, патологию, но метаболический именно синдром. Это вот полипы, миомы, кисты, аденомы. Эстрадиоловая доминация, это миомы, это аденомы. Полипы, это больше к метаболическому синдрому. Значит, понял. Но только сейчас, что Алексей немного похож. Господи, боже мой. Значит, ребята. Значит, так. Витамин B12 boost, типа укол, не нужно абсолютно для энергии. И вам никаких вот этих вот... Кто здесь вообще? B12 у вас достаточно. Это вот где-то какой-то, значит, 50-летний протокол там у вас устаревший. Какой-то там ваш лечащий там врач общего назначения вам предложит B12, и потом они приходят, задают анализы, я смотрю, а он там в 5 раз выше верхнего референса. На хрена, который будет вам провоцировать еще кучу аллергии. B12 крайне редко, когда нужно дополнительно брать. Его он хватает на очень долго, и его практически, даже в современной припаскудной диете, мало кого ты удивишь этим B12. То есть, есть он у огромного количества людей, этот B12. Я вам даже больше скажу, им фортифицируют, то есть, укрепляют практически любую помойку, которую вы едите. Вы едите белый рис, он укреплен искусственным группой B. Шоколадные или кукурузные любые хлопья, они все укреплены группой B. Несквик вы пьете какао, они все укреплены группой B. Даже если когда у вас метаболический синдром, жирная печень и выврезки инсульта, у вас никогда не дефицита группы B. Не парьтесь по поводу того, чтобы его там дополнительно пить. Родные мои, в это воскресенье, 18 числа, я жду вас у нас в ПГ-марафоне, где уже лично буду вас консультировать. Присоединяйтесь к нашим замечательным рядам. У нас такая группка, очень такое уютное, камерное, душевное общение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok